всем привет сегодня поговорим об удаленном доступе значит очень долгое время я использовал программу teamviewer при помощи этой программы я помогал пользователям во многих уголках нашей планеты с настройками с установками linux а вот ну какое-то время назад они значит решили отказать от бесплатного варианта допустим в англии вот смотрите я завожу я нахожусь в англии завожу на teamviewer и получаю вот такие вот интересные пироги например вот и специально эти вкладочки сейчас справа уберу смотрите вот официальный сайт сайт teamviewer.com вот англичане глушат сразу без разбора здесь тоже пишут значит защита от скама сайт заблокирован потому что сайт на который я попытаюсь попасть было выявлено что он используется с камерами а мои домашние настройки этого не позволяет вот как говорится и весь сказ а что же делать в принципе по ходу дела все равно пользователям linux приходится до игрушки то помогать и очень часто в этом бывает необходимость и допустим если человек другом городе или в другой стране ведь ты к нему не приедешь а так нужно значит программа надежная которая позволяла бы это дело сделать вот таким вот выходом для себя значит нашел вот команду значит программа vnc ну и тут значит несколько настроечек значит но одна из них самое главное значит вот посмотрите значит вот здесь вот называется общий доступ к рабочему столу вот здесь вот все приложениям и вот здесь вот надо поискать где-то в самом там внизу значок вот общий доступ к рабочему столу вот его запускаете значит здесь нужно отметить вот эту галочку и вот эту здесь достаточно вот этих двух вот этой и вот этой вот настройка удаленного рабочего стола раз дальше значит нужно в терминале завести 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 вот такую вот команду чтобы установить дконфиг редактор просто берете ставите его значит поставили значит запустили и вот когда значит вы его запустили то вот здесь вот вот он он его вывел значок сюда идете первое орг дальше ищите значит гном гномики ищите десктоп вот и в десктопе ищите ремонт access удаленный доступ так вот по умолчанию то в нем вот стоит такая галочка использовать шифрование вот вру вот это пишется там require значит encryption требуется шифрование а вот эту галочку нужно снять и просто напросто закрыть так config editor вот и все теперь дальше что значит нужно сделать еще значит нужно скачать программу и поставить ее значит она должна быть у двух пользователей допустим у меня если вы хотите чтобы я вам помог вам значит ее нужно будет скачать значит называется вот так она download vnc viewer вот такую значит фразочку заведете в поисковике и он нам значит выдаст если вы на линуксе значит вот продете на линуксе ну у них здесь стоит по умолчанию вот так вот stand alone 64 а я выбираю дебяновский файлик 64 битный и его значит вот беру и загружаю а затем значит запускаю устанавливаю и у меня значит он здесь устанавливается то же самое должно быть сделано на другом компьютере которому вы хотите подключиться или который к вам хочет подключиться но программа берется скачивается устанавливается на оба компьютера теперь смотрим дальше очень важно значит узнать о какой же у нас айпи адрес так вот айпи значит адрес компьютера которому я хочу подключиться значит там я завожу в терминале вот такую вот командочку вот она айпи адрес шоу когда я ее значит завожу ее то я получаю в терминале вот такое вот сообщение и нужно найти вот эту вот фразочку инет и вот эти вот циферки до слежа вот 192 168 1.5 вот они берутся и копируются это вот будет адрес моей машины а той машины которой я хочу подключиться там точка 1.1 можно значит адрес узнать и другим образом без терминала значит вот посмотрите покажу вам нажимаете вот на значок сети идете параметра сети здесь вот нажимаете на ваше текущее значит соединение и вот вам ваш адрес айпи 4 вот он голубчик сидит но вы хотите подключиться к другому компьютеру у вас там будет значит там другое значение значит когда программа значит установлена я имею ввиду VNC значок ее можно вывести на рабочий стол там на панель да куда угодно вот вы запускаете его вот у меня видите значит на той машине значит было 192.168.1.11 я сюда завел 192.168.1.11 и у меня нашел он значит вот мой значит компьютер к которому я хочу подключиться но на том компьютере то же самое значит в D-конфиге я убрал галочку с шифрования иначе у вас подключаться не будет теперь вы смотрите я запускаю сессию и сообщение значит что вот шифровка значит там не будет производиться да по барабану нажимаем продолжить на том компьютере значит у меня парольчик был насколько мне помнится вот такой вот окей и вот на том на другом компьютере у меня появляется значит такое вот окошечко значит разрешить или отклонить я там нажимаю разрешить и у меня сразу появляется значит вот удаленный рабочий стол поэтому значит со всеми взбрыками тимьюера значит покончено и мне это теперь далеко и глубоко безразлично программа все запускается работают нормально ну вот например смотрите хочу я запустить G-Party программу значит ну там у меня пароль единичка давайте я заведу ее программа начинает загружаться оно может быть там не сильно быстро работает но тем не менее общаясь по скайпу или же значит по ватсапу можно спокойненько там говорить все и пароли друг другу эти выслать там и по мессенджеру вот и на прямой связи голосом там говорить там что и как вот ну видите я управляю рабочим столом значит вполне так сказать нормально и видно что у меня там подключено на том компьютере там какая конфигурация и прочее беспроблемно то есть жизнь всегда найдет значит это самое решение если кто-то сильно много задается я очень любил TeamViewer у меня очень много уроков сделано с ним где я пользователям там показывал учил их и так далее ну коли пошла такая пляска ну что ж значит вот есть вот такой скажем нормальный выход это тоже все все можно пользователям показывать там рассказывать сделать что там нужно вот короче помогать значит вот все этапы значит вот эти вот пожалуйста вы запомните вот я сейчас эту сессию закрою вот вишенки значит вот в последней скачаете интернет я назвал как узнать IP адрес так давайте-ка я наверное поменяю название изменить свойства ветки похоже да и назовем-ка мы удаленный доступ что там дурака то валять вот лениво мне как говорится бегать по клавиатуре сейчас мы тут нас наберем у до леной доступ возьмем скопируем вставим вот веточку мы переменовали ну и подтяну я ее повыше вот сюда куда-нибудь вот пожалуйста удаленный доступ то есть значит у вас есть два способа как узнать свой IP адрес значит или через терминал или значит вот так вот в терминале значит набирается команда вот узнать свой адрес IP IP адрес шоу значит или через значок на сети это откуда скачать программу значит VNC вот только качайте дебяновский файлик запомните вот и значит в дконфиге снимите галочку с шифрованием и все будет у вас нормально и крутится все будет как полагается так что я думаю что вещь это очень многим пригодится потому что особенно тем кто привык активированный сейчас вот такие вот начались сбрыки сделано с тем что они очевидно устали от бесплатных пользователей и решили идти чисто пока по коммерческому варианту вот и все то что там они намудрили там с настройками я так посмотрел только увидел вот самое просто желание что чисто коммерческое у них ну и решил как говорится это дело отпустить вот и все поэтому вам я значит всем рекомендую вот тем кто значит заинтересован в удаленном доступе кто хочет давать консультацию или кто хочет получить вот значит нужно вот пожалуйста все этапы вам вот интернет у меня есть графа удаленный доступ и вот здесь вот почитайте плюс я вам значит в живую показал как все это делается у меня вот так что можете здесь тоже посмотреть все этапы настроить удаленный доступ и помогать друг другу а если кто-то у меня там сильно помощи запросит ну запомните тем вьюер у меня значит теперь уже не в почете потому что он просто-напросто не работает но тем не менее значит вот ставьте венции вьюер будете получать то же самое как говорится без геморроя вот ну ладно вот такую вот фенчику я вам выдал думаю что она тоже может оказаться многим полезной поэтому значит я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч